приветствую всех 2426 сборка так вот игровой системный блок в корпусе формула в line 7 6 12 у этого корпуса изначально 8 вентиляторов идет в комплекте 2 наверху 2 внизу 3 спереди 1 на выдув в данном случае мы поставили только один вентилятор на выдув но тем не менее спереди сбоку здесь закаленное стекло new york стекло такой симпатичный компактный корпус ну а системник у нас построен на базе процессора intel core i7 2600 редко мы такие компьютеры собираем но сейчас системники до 30 тысяч особо по-другому и не собрать нужно где-то что-то выдумывать и в данном случае вот эти процессоры нам очень сильно подсобили появились 2600 и появились материнские платы и получается такие замечательные машинки очень быстрые шустрые но единственно нужно понимать что это поколение 2014 год по процессорам то есть по сути это максимальный процессор на этой платформе у 2600 7 частота базовая 3400 мегагерц до 38 он turbo boost работает тдпшка 95 ватт но power limit еще задает нам материнская плата в данном случае это плата задает нам 65 ватт power limit потребление больше она не допустит соответственно на частотах turbo boost 38 она будет работать не всегда не на постоянку но тем не менее процессор шустрый быстрый 4 ядра 8 потоков и по сути 2 3 4 6 7 поколение все примерно одно и то же 4 2 8 потоков у 2600 процессора есть такое хорошее отличие в том что вместо термопасты под крышкой находится припой это теоретически продлевает жизнь а самое главное что лучше охлаждается сам чип чип у нас не такой уж холодный но с другой стороны с подобным кулером вполне хватает чтобы не грелся тестоиды он проходит и нагревается буквально там до 45 50 градусов если поставить такой процессор на плату за чипсетом да еще с хорошим питанием он конечно будет она сгреться сильнее там уже можно и на четырех трубках использовать кулеры power limit там просто отпустит этот процессор вверх и до ста 10 до 120 ватт он сможет потреблять данном случае 65 ватт строго железно здесь насколько я вижу 5 воспитания на плате плату нас mc 61 mp20 версия g3 на этой плате спокойно этот процесс работает например у нас новые платы приедут а 61 для старых там фаз питания меньше и проблем в том что и 7 2 600 запускаются но работаю только на частотах насколько помню 2 400 для 600 мегагерц здесь стандартная базовая 34 и особо не уменьшается turbo boost базовая высокая поэтому и работает шустро кулер он с дипкул эйч мини 80 миллиметров кулер спокойно это дело охлаждает но в данном случае трубки все таки обязательно никакого оригинального интеловского кулера для такого процессора не хватит на плате из два слота две планки могут работать двухканалей максимальный объем 2 по 8 в данном случае стоит 2 по 4 фирма у нас hyunix 1333 память это базовая частота этого процессора и в двухканале работает память двухранга довольно таки быстро с низкими таймингами но это оригинальный hyunix еще и очень очень надежная ну а системник можно назвать хорошим игровым за счет того что стоит вполне неплохая мощная даже по сегодняшним меркам видеокарта gtx 1060 на 3 гигабайта 192 бита пропускная шина gddr5 фирма полит версия шторм x когда они только появлялись казалось что шторм x это не очень хорошее решение сейчас я бы сказал что напротив шторм x очень выгодно отличает то что спустя три года работы память у них особо не испытывают проблем с отвалом из-за того что охлаждается воздухом радиатор этому воздуху не препятствует то есть он такой равномерный и спокойно уже вентилятор дует память находится под радиатором продувается воздухом в общем очень хорошее решение плюс здесь память samsung до питания 120 всего лишь потребление этой видеокарты поэтому они на каком-то огромном корпусе просто не нужно сюда его ставить не какой-то дорогущий блок питания суда ставить не надо эта машинка скажем так вся в себе есть только интерфейс и sata на плате никаких нет разъемов м2 естественно здесь стоит один ssd накопитель на 256 гигабайт патриот версия по 2 по 210 sata 3 разъем у нас есть поэтому спокойно будет на высоких скоростях работать но второй накопитель уже будет ставится жесткий диск добавили мы сюда такую цветку красную закрытой крышкой все это вообще шикарно смотрится стекло и стекло сейчас мы крышку наденем и посмотрим как это выглядит закаленное стекло здесь идет на всю сторону по обычной схеме крепится было бы здесь видеокарта горячим можно было бы переднюю крышку и боковую немножко вынести мы так делаем в данном случае можно ничего не выносить воздуха которого который находится внутри корпуса и что-то все равно да заходит этого хватает чтобы охладить подобную машину где 60 довольно таки холодная видеокарта сверху есть перфорация есть разъемы 2 в избе 202 избе 30 но в данном случае два разъема 30 будут работать с интерфейсом 20 на плате 30 нету стекло немножко отражает подсветку и ночью будет смотреться вообще шикарно но по деньгам системник вышел у нас 26 тысяч 800 рублей данном случае здесь главный это ценник всеми силами надо было сделать системник как можно дешевле и как можно быстрее в играх и это те седьмые для 600 довольно таки неплохое решение самое главное чтобы материнские плата долго и счастливо жили на практике они за зарекомендовали себя с лучшей стороны довольно таки надежные платы ну и теоретически если даже потребуется найти подобную то большого труда не составит 55 сокет шел очень долго и даже до сих пор новые материнские платы в продаже имеется вот машинку